13 сентября 2005-го мордовские сотрудники ППС вернулись из полугодовой командировки во Владикавказ и, едва успев обняться с родными, сразу на построение. Милиционеры рассказали, что обстановка в Северной Осетии стабилизировалась, но охранять правопорядок все еще нужно. Человек ко всему привыкает. Первое время, да, тяжеловато было, а потом нормально. Два года спустя рузаевцы собирали учебники и художественную литературу для отправки в Сербию. Узнав, что в Косове братья-славяне хотят изучать русский, но не имеют возможности, россияне по доброте душевной решили им помочь. Одними из первых кипы книг принесли пионеры. Нам рассказала библиотека, что народ, который серый, вот называется их ненациональность, хотят изучать русский язык. И у них для этого изучения мало книжек. И мы вот собрались и принесли эти книги. Инициатором добровольной акции стал Юрий Лобода, который в те годы руководил аппаратом администрации Рузаевского района. О том, что сербы нуждаются в учебниках по русскому, он узнал из небольшой заметки в журнале. Решили объявить акцию о масштабах Рузаевки, о сборе литературы, для того, чтобы оказать помощь. А в 2010-м репортаж «Психология ГИБДД» редактора правового обвещания Александра Аносова победил в номинации «На стражи дорог» Всероссийского конкурса телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения. Строгому жюри понравилась нетривиальная подача материала и человечность его автора. По неофициальной статистике за последний год в республике увеличилось число разводов в семье, где один из членов – инспектор дорожно-патрульной службы. Чем это обосновано? Вот этот вопрос я себе задал и начал свою журналистскую расследование. Тогда же труженица тыла Анастасия Тарасова отмечала 86-й день рождения в новой квартире на улице Победы, где полным ходом шло строительство жилья для ветеранов Великой Отечественной. Квартира со всеми удобствами. Пока, правда, не все мы уделали, но нравится. Сколько прожил, не знаю. Ну, поживу. В 2012-м Евгений Швецов привез в Мордовию три золотых медали Паралимпийских игр. Спортсмена, который в Лондоне стал победителем сразу в трех беговых дисциплинах и установил два мировых рекорда, в Саранске встречали как героя. Мы очень гордимся тобой все, вся республика, дети, с которыми ты вместе учился в школе, студенты, которые сейчас учатся с тобой в нашем педагогическом институте, все взрослые люди, все, кто тебя знает, все, кто тебя даже не знал до этого времени. В сентябре 2013-го специалисты из Казани предложили оплодотворить бурую обитательницу Саранского зоопарка семенем полярного медведя, чтобы к весне она родила белых медвежат. В ожидании эко бурую медвежью пару пришлось разлучить, отчего Маша и Миша сразу затасковали. Маша от разлуки сразу захандрила и не обращает больше внимания на посетителей зоопарка. Миша с изоляцией от любимой не смирился. Пробует на прочность прутья, ведь острый звериный нюх подсказывает. Маша где-то рядом. Не находя пути к медведице, косолапый начал подкоп. Но на радость звериной паре специалисты, приехав, обнаружили, что Маша уже ждет потомство от Миши и медвежью семью оставили в покое. А так, в 2016-м в Саранске строили объездные дороги. Казалось бы, с того момента прошло всего три года, а как много всего успело измениться. Даже не верится. И мы бы не поверили. Но, к счастью, успели запечатлеть все эти перемены. Людмила Чекал. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин